Дорогами народных традиций. Это название ярко отображает суть творческой лаборатории, главная тема которой – сохранение нематериального культурного достояния. Именно народные традиции являются основным механизмом воспитания подрастающего поколения и передачи культурных и духовных ценностей. Если традиции не умирают, значит народ живёт. Если возрождается творчество, возрождается в наших маленьких детях, то есть надежда, что оно сохранится и будет на века. На творческой встрече обсудили итоги деятельности Центра развития и сохранения фольклоры и вопросы преобразования работы с объектами нематериального этнокультурного достояния региона. Участникам лаборатории презентовали доклад по картам ремесел Ульяновской области, рассказали о таком фасадном декоративном элементе русской избы, как дымовая резьба, а также поведали о традиционной обрядовой выпечке, которую готовили наши предки. Отличались пироги не только своим названием, но и начинкой. В первую очередь были пироги именно с кашами пекли. То есть это были пшомные каши, это были заварихи различные. И именно с ними начинали пироги делать. А потом уже позже пришёл тот же картофель. Гостям лаборатории рассказали об обрядовой выпечке, которую готовили хозяюшки осенью и зимой. Именно этими изделиями одаривали калейдовщиков на Рождество. А с добными жаворонками закрикали весну. Обрядовая выпечка, это не только, как вы заметили, верно вкусно, но это ещё и достаточно занимательно и интересно. Вообще сохранение традиционных народных рецептов, которые пришли к нам из далёких времён, и которые были переданы нашими предками, они составляют определённую ценность. Завершила творческую лабораторию выступление народного коллектива фольклорного ансамбля «Ладонка». Участники спели народные песни села Тройский Сунгур Новоспасского района. Весь песен и материал собирались сами на фольклорных экспедициях. Эти песни прошли путь от исследовательской работы до концертного выступления. Сегодня проблемы сохранения традиционных народных ценностей приобретают всё большую актуальность. Исследуя дорогами народных традиций, мы можем сберечь связь времён, бережно собрать, обработать фольклорные материалы и попытаться найти им место в современной действительности. Мадина Исмаилова, Анатолий Рассохин, Улл Правда ТВ